Управляющие компании должны разобраться с долгами перед ресурсоснабжающими организациями до начала следующего отопительного периода. Такую задачу поставило руководство администрации Щелковского района. Проблему коммунальных задолженностей обсудили в рамках совещания по обращениям на горячую линию администрации. Есть ряд задолженностей, не по вине некоторых управляющих компаний, но их необходимо просто погасить перед ресурсовиками, для того, чтобы наши жители получали и тепло, и горячую воду, и свет. Сейчас уже потихоньку мы приводим все это в порядок. Был составлен рейтинг, в который вошли порядка 50 компаний, работающих на территории района и имеющих хоть какие-то долги перед ресурсоснабжающими организациями. Сейчас работа по выплатам продвигается. У большинства компаний подписан график погашения долгов. Заместитель руководителя районной администрации Евгений Петеримов отметил, что до начала отопительного периода необходимо погасить максимальное количество долгов, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурсов жителям. Мы постоянно будем проводить данные мероприятия и будем рейтинговать управляющие компании, которые, скажем так, не могут или не хотят войти в одно русло и налаживать работу и эффективно работать. До сентября мы постараемся, чтобы все управляющие компании погасили задолженность. Также обсудили на совещании проблемы, с которыми жители Щелковского района обратились на горячую линию администрации. Представителям управляющих компаний и муниципальных служб района были даны указания по устранению ряда недочетов в благоустройстве, вывозе мусора и даже восстановлении дорожного покрытия. Так уже стартовал ремонт проспекта 60-летия октября, на состояние которого поступало немало жалоб. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.